За что его действительно хвалить? Всегда так, да? За что-то хвалим, за что-то ругаем. Я, например, приезжаю в город Могилёв, и я каждый раз приезжаю туда, вижу какие-то изменения. Что-то делается, что-то ремонтируется, что-то строится, что-то вот как-то вот для города. Как раз я думаю, что в Могилёве всё на некоторое время остановится, потому что 100 миллиардов-то всё-таки не выделили. Ну, а 2 миллиарда ожидали. Может быть, в Прагу поедет, а они уже потрачены на то, что было в Могилёве в прошлый раз, то, что Наташа там увидела. Нет, ну подожди. Может быть, восточное партнёрство приведёт? Открываются какие-то памятники, ремонтируются улицы, фасады зданий. А вообще, а экономика как? Вот ты приезжаешь в Японию, сразу понятно, что в Японии все 24 часа, ну не знаю, реально, часов 18 вся страна работает. Вот вообще в Беларуси как? Все работают? Ты знаешь, там с этим очень строго. Вот у моей мамы, допустим, график. Очень строго рабочий режим. Вот в Восток это тебе надо прийти, тебя контролируют. А кто? Как ты пришёл? Ну кто? Начальники контролируют. Начальника, потому что я не знаю, кто контролирует. На обед, конкретно, вот 45 минут, допустим, на обед у моей мамы, не час, а именно 45 минут. Ну, типа, если она на 50-й минуте не пришла, то есть на неё напишут, соответственно, докладу, её могут уволить? Могут. Могут. Конечно, да, да. И стало очень строго. Раньше такого не было. То есть получается, что... А паспорта не забирают, интересно? Мне кажется, что это не просто рабочий режим, это просто режим. Нет, а вы поняли, Андрей Иванович, а это... Рабочий режим Лукашенко. Ну, это правильно. Почему? Человек идёт на работу. В принципе-то это правильно. Да, опаздывает не должен на работу. Не должен опаздывать, не должен не работать. То есть получается, всё это случилось после кризиса. Потому что после кризиса начались проблемы с деньгами, то есть отсюда уже тоже никто особо не хотел просто так дарить. И поэтому, видимо, он усилил, вот закрутил гайки, наверное. Кстати, тема кризиса тоже была такой отдельной темой. Запрещалось говорить вообще на эту тему. А как это запрещалось говорить об этом? Вот как-то так. Ну, а как? Объясни. Это запрещалось каким-то приказом? Или это запрещалось? Так что все знали, что это запрещено? Есть такое ещё, конечно, в Беларуси негласные запреты, которые не произносятся вроде вслух. В общем, судя по тому, что вы говорите, вот у вас нет ощущения того, что Лукашенко обнаглён. А такое ощущение есть только у россиян, из которых, так сказать, качают и качают деньги на это благополучие. Ну, мне кажется, это в таком вопросе, вот есть за что и хвалить, есть за что и ругать. И это, естественно, так кого не возьми. Но ведь не... Это вот в России, наверное, обиделись вы тоже на угрозы. Мы обиделись. Про таможню. Нет, вы понимаете, я сейчас смотрю, у нас полное ощущение со стороны кого-то мы Наташу вербуем. Вы понимаете, Наташа так хорошо рассказывает про Белоруссию при всём при этом, а мы всё-таки её убеждаем. Убеждаем. Белорус, он всё равно, где берёт Лукашенко деньги. Главное, чтобы давали, вы понимаете? Мне всё время кажется, он что, берёт деньги, да, где-то у кого-то. А ты откуда думаешь, у вас там всё работает? Я думаю, что заводы всякие, фабрики, там у нас всё производят. И что, куда всё это? И в Белоруссию. В Белоруссии, ну ты понимаешь, что так уже не бывает в экономике, что всё вот... Бывает, бывает, в Белоруссии же бывает. Поэтому всё идёт к тому, что всё остаётся дома. Подожди, чтобы одного хочу или одного не хочу, что бы там ни случилось, только давайте, пожалуйста, оставаться родственными странами, без всяких границ, без таможда. Потому что я-то россиянка уже, у меня гражданство российское, но у меня там столько друзей. Если бы было двойное гражданство, вот я бы с удовольствием... А оттуда, скажи мне, кто-то хочет вообще сюда приезжать? Вот там ты звонишь и говоришь, как у вас дела? Они говорят, замечательно. И говорят, ой, кто же хочу переехать? Ты вообще много говорят, хочу переехать? Нет. Не хотят, да? Да как-то такого нет. Уже даже не хотят. Рано радуйтесь. Если сейчас восточное партнёрство захватит Александра Григорьевича, то вы понимаете, что Союзное государство России и Белоруссии может развалиться. И это уже вам будет не 22 рубля туда-обратно. Это будет ужасно. Вот это просто катастрофа лично для меня. Ну, что будет за то Союзное государство Белоруссия и Евросоюз? Что? Водить плохо сюда? Тогда, может быть, у всех белорусов будет бесплатный шенген. Нет, тогда просто все... Нет, за 22 зайчика. Нет, вы знаете, тогда все белорусы просто, они сумеют показать несоставительность вообще всех мировых политических законов. Это будет единственная бывшая соцреспублика, которая быстрее всех, вопреки всему, интегрировалась в Евросоюз. И я не удивлюсь, если Александр Игорьевич сумеет совместить должности главы Евросоюза и должность президента Белоруссии. Она будет переходящей по году, как сейчас. В смысле, погоду вы имеете между ним и сыном, который готовится к президенту? И Еврокомиссаром, да. Да. А сын будет Еврокомиссаром. То есть, а Хавьера Соланова куда дели? А Хавьера Соланова уже здесь никому не должен. Не рассматривайте. Дело в том, что, как ни шути, но действительно вопрос стоит как? Если не он, то кто? Вы знаете, это страшная штука. То, что вы сейчас сказали, я расстроился, потому что я думаю, что люди так и думают в Белоруссии. Так вот, если такой вопрос возникает, то мы имеем дело с человеком, который считает незаменимым, и это один из несомненных признаков диктатуры. Также точно считали, помните, про Брежнева, про Сталина. Ну, да, все понятно, очень все плохо, те, кто понимал, о чем речь. Но если не он, те же, кто понимал, о чем речь, то кто же? И ничего, потом они умирали. Что-то дальше происходило. И дальше начиналась жизнь. И мне кажется, что будет все-таки здорово для всех, если Александр Григорьевич Лукашенко не умрет, а будет жить. Я не скажу вечно, но отдаст этот пост пораньше, чем произойдет с ним, чтобы случиться какая-то неприятность. А будет жить долго и сейчас. Благодаря, как сказала Наташа, пенсионеры очень неплохо себя все-таки в Белоруссии в целом чувствуют. Тогда как он будет самым богатым пенсионером Белоруссии, соответственно, он себя будет чувствовать еще лучше, чем всем пенсионеры. Ну, чего ж тут греха-то эти? Не только Белоруссии, но и России. В принципе, вообще может оказаться самым богатым пенсионером на территории постсоветского пространства. Я иногда задумывалась, вот как же человек, который был первым лицом страны, руководителем, вот он уходит. И что с ним дальше? Вот как? Это ж тяжело психологически. Что с ним дальше? А ты не читала, как он в Сербии отдыхал сейчас? Кто? Да, Александр Григорьевич. Ну, он-то еще... 50 автомобилей-кортеж, 150 человек окружения, фешенебельный, сербский, правда, но фешенебельный курорт. Конечно, поэтому... Кстати, была еще одна история, одна смешная, я вспомнила по поводу такого непринудительного принуждения. В Минске строилась национальная библиотека. Из каждого номера мобильного телефона, без спроса, просто снималась всей страны, снималась какая-то сумма на строительство библиотеки. Как вам это? Это очень хорошо. Это впечатляюще. Надо же, я несколько раз переступал по руку национальной библиотеки. Белоруссии вы имеете в виду? Да, да, да. Там проводятся, как вы знаете, наверное, там заседания, всякие переговоры. Ну, еще бы ремонт там затеяли. Ну, кто бы мог подумать, что я... Нет, так почему? Это обычная схема. По какому зданию я хожу? Почему? Подождите, у Александра Григорьевича это накатанная схема. Если он получает деньги от России, любой какой-либо транш, это говорит о том, что со всех с нас там по копеечке собирается, правда же? Потому что деньги же не с ней бывали, с Александра Григорьевича. Поэтому мы уже привыкли, и вот даже вы, я так понимаю, Андрей Иванович, недовольны, почему, если вы ему даете свои денежки, он собирается ехать в восточное партнерство? А здесь вот... Вы, можно подумать, довольны. Нет, я вообще недовольна, но, понимаете, я за, чтобы с вас тоже собирали по доллару каждый раз, и все, в Белоруссии ремонтировали. Почему нет? Пусть и на свои немножко поремонтируют, которые все равно, по большому счету-то, наши. Слушай, вы что, расстроились, как только у вас немного денег у обоих забрали, вы прям так загрустили? Конечно, мы сразу же подумали, зато будет у нас национальный библиотек. Зато будет, да. Это воспитывается национальный дух. Национальный дух. Вот скажите мне честно, вот вы верите в то, что вдруг, вот может такое произойти в Белоруссии, зная своих друзей и близких, знакомых, семью, что Белоруссия реально, на самом деле, пойдет по пути Украины, Грузии, свершится какая-то революция, начнется прозападное движение. Вот вообще такое возможно в Белоруссии? Белорусская революция. Да. Думаю, что нет. Ну, уже даже в Молдавии революции. А знаете, как это бывало, что режим, который кажется несгибаемым, он не гнется, а ломается просто. Ну, вас вдруг позвонят ваши товарищи студенты, студенты, вы знаете, Париж чуть не перевернули, звонят студенты и говорят, все, мы все собрались и пошли, уже невозможно, сколько можно дальше так жить, все, долой Лукашенко. И вот студенты собираются, вы бы вышли, поддержали бы, реально только, на улицу, за то, чтобы ваша страна, все равно она отчасти ваша в прошлом, да, и в настоящем, чтобы ваша страна пошла по другому пути. Нужен белорусам такой путь или нет? Я, к сожалению, действительно слишком мало разбираюсь в политике. В принципе, вот если бы у меня кто-то подначал, что-то там было как-то, это же убеждение, понимаешь, мы же выходим, демонстранты и революционеры, они же выходят на улицы из-за своих убеждений. А это остается иногда, между прочим, из-за своих родственников? Остается дома, да? Да. Ну, в общем-то, я не знаю, у меня нейтралитет в данной ситуации. Ну, как-то грустно, товарищи, мы все понимаем, знаете, вот мы сидим, давайте я эту передачу уже закончу, потому что уже невозможно, все понимают, что деться друг от друга некуда. То есть все равно все вместе и все рядом. И вот эти все разговоры... Ну, от этого же хорошо. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, это просто уже, знаешь, как вот рублевская жена. Ты понимаешь, уже понятно, что все равно ей придется содержать до конца твоих дней, будет я уже даже трижды молодая новая жена. Но все равно эту рублевскую, раз уж взял, посадил себе на шею, до конца надо будет вести в любом случае. Просто другое дело, что хочется выделить какой-то бюджет, и чтобы она просто не переходила за его границей. Ой, я вам хочу сказать, вот если не говорить о политике, приезжайте к нам в Белоруссию, есть такие места, есть такие люди. Давайте меньше думать о политике, даже о вашей передаче. Судя по всему, вот в этих местах, судя по вашим глазам сейчас, там нет Александра Григорьевича Лукашенко, и там ему не место. На этой оптимистичной ноте, когда одни верят в то, что где-то в Белоруссии не может быть Александра Григорьевича Лукашенко, а другие думают, что я с ним хорошо, я и говорю вам, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин